Я Ефимов Сергей Игоревич, являюсь свидетелем по делу Оксаны, по делу изнасилования. Я был в командировке в Ижевске, мы с ней до этого познакомились, у общего друга Морозова Вячеслава. Я потом уехал в командировку в Ижевск. Там мы созванивались, по приезду собирались встретиться. Ну я приехал, она была в деревне, созвонили с ней, она приехала, сказала, что поругалась с мужем, ну я ей предложил поехать ко мне на дачу отдохнуть, на пищевик. Приехали ко мне на дачу, ну там изрядно выпили, переспали, находились мы там два дня, 22 числа мы выехали, то есть две ночи мы там ночевали. 22-го где-то в обед приехали в Чебоксары, заехали к моему другу Савельеву Александру, там тоже выпили, позвонил я Васе, насчет работы в Москве, он сказал, что тоже сидят отдыхают там дома у общего знакомого Сереги, решили поехать туда, туда приехали, там тоже сидели выпивали, пока у Сереги жена не пришла. Жена пришла, устроила скандал, мы ушли к Ермакову к Васе. После этого у Васи тоже сидели пили, пришла у него мама. Мы решили поехать на керосинку отдыхать. Керосинки тоже, естественно, опять пили-пили, все опьянили и разъехались по домам. Потом уже на следующий день мне позвонил Вася, сказал, что едет в Сокол Антон, с Оксаной находится Грицанов. Ну, я отказался ехать. Все, после этого я больше ее не видел, до недавнего времени. То есть перед судом она мне тоже еще раз позвонила, мы с ней встретились, сняли квартиру на три дня и опять дальше, как обычно, по сценариям. А как Вы думаете, сегодня на суде оправдают, подозревают? Ну, сегодняшним днем этот суд еще пока не закончится, но по ее нам показаниям, она дает показания, что у нее были вообще другие вещи. Переодеваться она нигде не могла, потому что мы, считай, были на даче. Домой она вообще к себе за это время не заезжала. То, что я показания даю, какие вещи были на ней, и то, что она, она вообще не соответствует. Она откуда-то взяла джинсовую юбку, красную кофту, хотя у нее она была вся в черном. Как Вы считаете, какие цели она преследует? Даже не могу сказать. Чего у нее в дурную голову может влезть, я не могу ничего сказать. Ну, то, что у Васи ее не смог, это дураку понятно. У Васи два стакана, одна сигарета, и он уже горизонт. Мне вообще это никак не возможно. Ну что, 17 апреля я официально являюсь защитником Борисова, своего дорогого любимого супруга. Думаю, что на фоне этих событий процесс пойдет намного быстрее, освобождение моего мужа. Ну, на суде многие свидетели со стороны обвинений не явились, не знаю по каким там уважительным, неуважительным причинам. И у нас следующее слушание перенесено на 24 апреля на 10.30. Ну, что могу сказать. Выяснилось то, что в 2013 году уже у потерпевшей Мордвиной, ее супруг гражданский Краснов, был осужден по 119 статье части 1. И это заявление подавала сама Мордвина, то есть это вопрос за убийством, либо тяжко, либо перед здоровьем. Вот сейчас сделаем официальный запрос все-таки. Так, сегодня у нас было судебное заседание, мы изучили доказательства обвинения, приступили, вернее, к изучению доказательства обвинения. В дальнейшем к доказательствам защиты еще с нашей стороны к изучению мы не приступили. Процесс будет продолжаться еще не одну неделю, потому что очень необходимо много исследовать доказательства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!